В общем, меня попросили делать сообщение относительно стандартов морфологической диагностики. Вот это слово, мне кажется, все-таки не очень применимо на сегодняшний день, по крайней мере, в наших реалиях, потому что, как таковых, по крайней мере, отечественных стандартов морфологических у нас нет. Все-таки мы пользуемся международными рекомендациями и условным таким стандартом или эталоном международным мы можем считать рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, которые находят отражение в актуальной классификации опухолей кожи. Если мы говорим о коже, это пятое издание. Опубликовано она была, собственно, в прошлом году. И в основном ее отличие от предыдущей версии 2018 года довольно технические или косметические. Но, тем не менее, если все-таки говорить о каких-то локальных ориентирах, которые позволяют нам формулировать заключения в первую очередь, то таким стандартом условно могут быть клинические рекомендации Минздрава, которые по меланоме написаны очень хорошо с морфологической точки зрения, потому что там есть хоть какие-то ориентиры для морфологов и для клиницистов, что ждать и требовать от морфологов. И более того, они базируются в большей степени, конечно, на различных международных рекомендациях, на рекомендациях различных профессиональных сообществ и колледжей американских патологов в том числе. И они имеют ту же структуру, что и большинство международных морфологических рекомендаций, и содержат ряд облигатных полей или обязательных для репортирования характеристик, и ряд дополнительных характеристик, которые могут быть указаны в заключении, но не являются необходимыми или могут быть не указаны. Единственное, что вот этот состав обязательных характеристик, он в разных рекомендациях несколько варьирует, но все так или иначе ссылаются на какие-то доказательные источники. Так мы можем сказать, что определение уровня инвазии по Кларку на сегодняшний день для большинства международных рекомендаций перешло из категории обязательных в категорию дополнительных характеристик, потому что с точки зрения определения прогноза это менее надежный способ, чем определение, допустим, толщины по Бреслу. Но мы немножко коснемся этого подробнее. Но первое, что мы должны с точки зрения морфологической диагностики указать в своем заключении, это, безусловно, нозологический диагноз или гистологический тип опухоли. Это легитимно и для меланом в том числе. И мы указываем его с учетом патофизиологического механизма развития опухоли. У нас есть 9 патофизиологических путей развития, которые были впервые представлены в классификации 2018 года. И мы все еще продолжаем в этой парадигме существовать, потому что ассоциация миланцитарного образования с ультрафиолетовым повреждением и степень роли этого ультрафиолета в патогенезе миланцитарного образования отражается не только на морфологических характеристиках опухоли, но также на ее молекулярном профиле, на ее течении, на ее ответе на терапию, которая доступна на сегодняшний день. И здесь мы должны обратить внимание, я не устаю это делать, на некую терминологическую коллизию, которая может возникать и может приводить к тому, что мы, морфологи и клиницисты, в ряде случаев сами друг друга путаем и не можем друг друга понять. Потому что есть так называемый лентигенозный паттерн, лентигенозный тип роста, лентигенозная фаза роста, потому что большинство миланцитарных образований эволюционно проходит фазу радиального роста, фазу горизонтального роста, которая морфологически имеет презентацию в виде так называемого лентигенозного распространения вдоль эпидермодермального соединения. В то время у нас есть нозологическая единица, которая имеет четкие характеристики, ассоциирована с тяжелым кумулятивным солярным повреждением и имеет молекулярные клинические характеристики, отличные от других моноцитарных образований. Это лентигомолигномеланома. Это другая эпидемиология, другие клинические проявления, особенности морфологии, безусловно. И главное не путать вот эти вот этапы роста или паттерны с нозологией. Здесь нужно очень внимательно относиться к формулировке патологам и клиницистам задавать вопросы, если они у вас возникают, потому что лентигомолигномеланома, скажем, в отличие от поверхностно распространяющейся меланомы, относятся к разным патогенетическим путям, и имеют разную чувствительность, в том числе, к иммунотерапии. Ну, что касается параметров, которые должны быть облигатно отражены в заключении. Первый, который определяет стадию заболевания и во многом определяет тактику, особенно для ранних или тонких новообразований, это толщина по Бреслоу. И тут есть, собственно, ряд нюансов, на которые морфологам нужно обращать внимание, потому что мы знаем, что глубина залегания опухоли и ее протяженность вертикальная измеряется от гранулярного слоя эпидермиса до самых донных отделов меланоцитарного новообразования. Если образование изъявлено, то мы измеряем его от дна язвы до, собственно, наибольшей глубины. Но в ряде случаев мы сталкиваемся с тем, что меланомы возникают на фоне предсуществующих невусов. И это вызывает различия в интерпретации, в трактовке, в том числе толщины образования, потому что не всегда очень легко отличить, где заканчивается невус и начинается уже меланома. Невус может залегать глубже, чем меланома, которая развилась на его фоне. Это может приводить к тому, что пороговые значения толщин могут различаться при оценке разными специалистами, и в таком случае нужно, конечно, воспользоваться референсным мнением. Что касается изъязвления, то это тоже очень мощный прогностический индикатор, и, к сожалению, в ряде случаев он также гипердиагностируется патологами за счет того, что макроскопически может иметься корочка на образовании, или мы можем микроскопически обнаруживать фибриново-ликоцитарную пленку. Но в соответствии с рекомендациями профессиональных сообществ, которые на сегодняшний день являются легитимными, язва должна быть установлена как индикатор прогноза и вынесена в репорт только при наличии всех трех из указанных на слайде параметров. То есть это наличие полнослойного дефекта эпидермиса, это реактивные изменения в виде эксудата, и это краевые изменения эпидермиса в зоне дефекта в виде истончения, стирания или реактивной гиперплазии. Только при наличии всех трех компонентов мы можем говорить о том, что это изъязвление, и тогда мы говорим о том, что этот факт имеет прогностическое значение. Также мы должны коснуться микросателлитов как важного прогностификатора. И здесь тоже очень многое зависит от патолога, потому что оценка этого параметра зависит и от макроскопического этапа, и от вырезки, и в ряде случаев от того, каким образом мы дополнительно предпринимаем какие-то усилия, чтобы подтвердить или исключить наличие микросателлитов. Вот как, например, на этой микрофотографии вы видите, что сначала создается впечатление, что есть глубже лежащий участок опухоли, дистанцированный от основного узла, который связан с эпидермисом. Но если мы сделаем серийные срезы, то мы можем обнаружить мостик или перешей, который связывает их. И это не микросателлит, это просто продолжение опухоли в виде такого колокольчика, иногда их так называют. То есть мы должны этот параметр включить в толщину опухоли, а не в микросателлиты. Осложняется ситуация тем, что на сегодняшний день нет какого-то четкого критерия, какая должна быть дистанция от сателлита условного или предполагаемого и первичной опухоли. То есть это может быть минимальное расстояние. Единственный критерий, который должен быть соблюден между предполагаемым сателлитом и первичным очагом, должна быть интактная дерма или интактные ткани, не должно быть воспалительного инфильтрата либо фиброза. Потому что если мы обнаруживаем подобные изменения, то мы можем говорить о том, что это зона самопроизвольного регресса. И опять же включать эти дополнительные опухолевые массы в параметр толщины опухоли, а не в параметр микросателлитов. Это отдельная работа, на которую нужно обращать внимание. Но ситуация не такая частая. Что касается статуса краев резекции, то это безусловно канонический параметр, стандартно должен быть включен в любое морфологическое заключение при сечении мемоцитарного новообразования, в том числе даже если это стадирующая эксцезия, а не эксцезия в радикальном объеме, потому что это позволяет клиницистам ориентироваться относительно локального статуса и планировать свои действия в этом отношении в каждом конкретном случае. И мы указываем статус латеральных краев и вертикального краев резекции. И для того, чтобы сделать это адекватно, надежно, мы должны маркировать эти края. К сожалению, эта практика все еще не является повсеместной, по крайней мере, в нашей стране. И мне кажется, стоит с этим бороться, потому что ориентироваться на коагулированный край или на какие-то краевые изменения неспецифические, это ненадежно. То есть мы не можем адекватно говорить о статусе краев резекции. При этом позитивным считается статус, если мы обнаруживаем опухолевые клетки в крае, независимо от того, это инвазивный компонент опухоли, то есть дермальный компонент, или это эпидермальный компонент, то есть инситу компонент. В идеале оба компонента и расстояние до краев должны отдельно оцениваться. Вертикальный край нас интересует, потому что в ряде случаев возможно его вовлечение по придаткам. Опухоль может распространяться, даже неинвазивная, вдоль структур придатков и вовлекать вертикальный край резекции. Это может быть одним из источников локального рецидива. Это, собственно, определяет и глубину сечения, и необходимость оценки этого статуса. Количество метозов тоже очень важный параметр. В ряде классификаций он использовался как один из стадирующих элементов, но, тем не менее, здесь есть ряд нюансов, о которых тоже стоит лишний раз напомнить, потому что мы оцениваем метозы, в том числе в тонких меланцитарных образованиях, толщиной менее 1 мм, только в дермальном компоненте, только в инвазивной части, в интраэпидермальном компоненте, в том числе это могут быть крупные гнезда, это могут быть аккантатические тяжи, которые симулируют инвазию. Метозы не оцениваются, они не имеют прогностического значения в этой части, только в дерме, в ходспоте, то есть в зоне с наибольшей плотностью методических фигур, и мы не округляем метозы, мы репортируем их на фактическую площадь, даже если это площадь меньше 1 квадратного миллиметра. Что же касается уровня инвазии по Кларку, еще раз, это анатомические уровни инвазии, почему этот пункт перекочевал из обязательных параметров в дополнительные. Связано это, безусловно, в первую очередь, с субъективизмом оценки этих уровней, а субъективизм объясняется тем, что, во-первых, между уровнями нет четкой анатомической границы, с одной стороны, с другой стороны, вот эти взаимоотношения между различными уровнями дермы могут видоизменяться в зоне предсуществующего невуса или в зоне существующего образования, что не позволяет четко определить границу между уровнями. Это приводит к тому, что это не константная оценка, и на этот параметр сложнее ориентироваться, чем в ту же толщину опухоли по бреслу. Поэтому этот уровень, этот параметр ушел из обязательных параметров. Что же касается дополнительных параметров, которые все больше и больше входят в нашу клиническую практику и которые обращают на себя внимание, в том числе наших коллег, очень пристально в эру иммунотерапии, это, безусловно, в том числе опухоли инфильтрирующие лимфоциты. И здесь есть ряд нюансов, сайт специфических или меланомоспецифических, потому что рамочные рекомендации при оценке опухоли инфильтрирующих лимфоцитов, которые существуют для солидных опухолизей, не работают. Здесь есть специфические для первичной меланомы рекомендации, и три категории – это отсутствие инфильтрации, выраженная и невыраженная инфильтрация, при этом учитывается как интертуморальная инфильтрация, степень ее распространенности и вовлеченности всей опухолевой массы, а также перетуморальный инфильтрат, степень его, так сказать, оконтуривания, опять же, всей опухоли. Если они равномерны и повсеместны, тогда мы говорим о том, что это выраженная инфильтрация. Если мы видим неполное перетуморальное оконтуривание лимфоцитами или недиффузную внутриопухолевую инфильтрацию, мы говорим о том, что это невыраженная инфильтрация. Если лимфоциты отсутствуют или единичные представленные, мы говорим о том, что отсутствует инфильтрация. Это важный параметр, потому что иначе, если мы не будем константно оценивать такие факторы, мы не сможем на них полагаться, а этот фактор включается в нашу рутину, в клиническую практику, в реальную практику. Поэтому он должен оцениваться, конечно, легитимно, и лишний раз стоит обратить внимание на правила оценки. Кроме того, среди дополнительных признаков есть признаки самопроизвольного регресса, которые мы, на мой взгляд, недорепортируем. Не то чтобы мы их недооцениваем, потому что на самом деле самопроизвольный регресс создает для морфолога проблемы, особенно если он выраженный. Если мы говорим о том, что очень большая масса опухоли стерта или замещена фиброзом или воспалительной инфильтрацией, это создает нам дополнительные диагностические сложности в ситуации, когда мы должны принять решение, это меланома или не меланома, это еще одна серая зона, которая в меланцитарной патологии вагон. Но даже если это не выраженный регресс, просто само по себе наличие регресса ассоциировано с прогнозом. Хотя если мы обратимся к публикациям, то есть очень разные данные. По одним данным это ассоциация ассоциация с благоприятным прогнозом, потому что считается, что опухоль видна для иммунной системы, иммунная система реагирует и элиминирует ее, по крайней мере, частично. С другой стороны, есть данные, которые говорят о том, что выраженный самопроизвольный регресс ассоциирован с более высокой частотой локорегионального антестазирования. В любом случае, этот параметр, который имеет клиническое значение, и для того, чтобы опять же понимать, какое в реальной клинической практике его необходимо выносить в заключение, и очень желательно это делать. Нейротропизм, безусловно, один из важных факторов, который определяет в первую очередь локальный статус и ассоциирован с высокой частотой локального прогрессирования, потому что опухоль может распространяться вдоль нервных стволов под оболочками довольно на большое расстояние, и мы не видим, где ее конец, мы не видим, где ее границы, мы не можем адекватно оценить при таком распространении статус крово-резекции, на самом деле, но это довольно редкая ситуация, хотя довольно очевидная морфологически, поэтому я не думаю, что здесь должны быть проблемы с репортингом, в отличие от лимфоваскулярной инвазии, потому что на самом деле, если мы возьмем данные работ, которые использовали целый ряд дополнительных методов для идентификации лимфоваскулярных эмполов, то частота подобного феномена при меланоме очень высока, она достигает 50%. Мы, конечно, не репортируем, не видим на уровне гемотоксилина и азина эти изменения так часто. Мы репортируем лимфоваскулярную инвазию при меланоме очень редко, и связано это именно с тем, что без дополнительных методов адекватно идентифицировать опухолевые клетки именно в просвете сосудистых щелей крайне сложно, это очень субъективная история, а если имплементировать такой подход с использованием дополнительных окрасок в клиническую практику, то это довольно дорого и трудоемко. Поэтому на сегодняшний день мы все еще имеем, так сказать, недооценку лимфоваскулярной инвазии, но мы знаем, что меланом – это опухоль, которая имеет высокую потенцию к подобному распространению. Кроме того, нужно сказать пару слов относительно того, как репортировать пограничные образования, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, и они, так сказать, были легитимизированы в 2018 году, появились их наименования, которые мы должны использовать, или можем использовать в своей реальной клинической практике, но, собственно, не было инструкций, что же с ними делать. Они промежуточные, промежуточные, но вот что дальше? На сегодняшний день, опять же, каких-то стандартов диагностики для этих новообразований с неопределенными характеристиками нет. Есть рамочные рекомендации, которые должны, так сказать, позволить патологам предоставить клиницистам важную информацию, которая позволит им планировать, в свою очередь, какие-то локальные воздействия при этом образовании. Это, конечно, толщина образования, в первую очередь, для мелтумб, для образования, которое имеет туморогенный компартмент, который имеет дермальный компонент. Это анатомический уровень инвазии, потому что здесь мы все-таки каким-то образом должны ориентироваться на опухолевую массу. Это, безусловно, количество метозов в, опять же, миллиметре квадратном, в дермальном компоненте. Если мы говорим о том, что это образование промежуточное, то, как правило, эти изменения ограничиваются поверхностными отделами образования, верхними отделами дермы. Это, безусловно, статус краев резекции, который позволит принять решение относительно планирования эксцезии или отказа от нее. И это MPADX класс. Это, в общем, на мой взгляд, довольно невредная история, хотя клиницисты по-разному к этому относятся. Но, тем не менее, вот эта классификация, которая в ВОЗовской классификации 23-го года представлена в версии 2.0, это на сегодняшний день четырехступенчатая система, которая позволяет разделить все меланомоцитарные образования фактически на две большие категории, на меланому и все остальное. При этом первая группа это доброкачественное образование, вторая группа это образование с промежуточным риском. И, собственно, именно отнесение к этой категории говорит о том, что мы можем говорить о более высоком риске локального прогрессирования. Но если говорить о накопленных данных, то большинство этих образований действительно не способны к метастазированию или имеют очень низкий потенциал метастатического течения и опухолеспецифической смертности, но способны локально рецидивировать. И эта система позволяет нам хотя бы грубо оценить риски и перевести то многообразие слов, которые используют патологи в своих репортах, в какие-то категории, более понятные клиницистам, для того, чтобы планировать дальнейшие действия. Ну и нужно несколько слов сказать о немеланомоцитарных новообразованиях. К сожалению, в отечественных рекомендациях в этом отношении, в отличие от меланомоцитарных новообразований, ситуация не такая хорошая. Там указано просто, что должна быть морфологическая верификация. Хотя на самом деле у эпидермальных опухолей тоже есть ряд факторов морфологических, которые могут повлиять на прогноз и могут быть учтены при планировании лечения. И для базально-клеточного рака это в первую очередь, конечно, гистологический тип опухоли, потому что, в принципе, мы все новообразования, это природы, можем поделить на две большие группы в зависимости от риска локального рецидива. И одна из первостепенных задач, которая стоит перед патологом, это вычленить и выделить именно те морфологические варианты, которые ассоциированы с высоким риском рецидива. Если говорить о тенденции классификации, то предлагается объединить склерозирующий и инфильтративный тип базально-клеточного рака. Но это неважно. То есть эти нюансы уже не такие значимые, как вот это подразделение на две группы с точки зрения прогноза. Но есть ряд анатомических факторов, которые объединяют базально-клеточный рак и плоскоклеточный рак, и которые тоже могут быть учтены в практике. Это и толщина опухоли, и глубина ее залегания, и это переневральная инвазия. Здесь она имеет очень большое значение, особенно имеет значение вовлечение более крупных нервных стволов. И есть ряд неблагоприятных локализаций. В первую очередь это те зоны, которые сложны для широкой эксцезии. Что же касается степени дифференцировки, то это очень спорный вопрос. На мой взгляд, скорее нет, чем да, потому что это, опять же, для плоскоклеточного рака это вопрос неконстантности оценки, отсутствия дефинитивных критериев для оценки дифференцировки. И из-за этого это очень, так сказать, нечеткое клиническое или прогностическое значение этого фактора. Но, тем не менее, традиционно мы указываем степень дифференцировки для плоскоклеточного рака. Ну, на этом, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...